привет всем вы на канале позитивный огород сегодня хочу вам показать другую крядку земляники которая зимовала у нас с такими приспособлениями можно сказать небольшими такими каркасами там она прозимовала еще лучше чем вот это которая была просто накрыта укрывным материалом хотя конечно и вот эта земляника садовая крупноплодная очень даже неплохо перезимовала то есть все вот эти серединки так скажем да они целые то есть у нас все в дальнейшем будет отрастать и кустики даже если они немножко где-то подувяли эти листья испортились то они в дальнейшем хорошо и быстро отрастут а показать я вам хочу вот эту землянику которая у нас зимовала так скажем вот вот такими небольшими каркасами обычно сверху на этих досточках палки лежат вот такой вот как каркасик и палки а сверху была она укрыта вот этим черным укрывным материалом ну просто белого не хватило поэтому крылья черным и вот такой вот результат кустики как будто бы они не зимовали как будто у нас сейчас еще лето продолжается то есть все листья вообще вот они супер состояние все зелененькие абсолютно практически все кустики зеленые просто абсолютно и вот второй такой же небольшой кусочек тоже все зелено это у нас усы укорененные вот уже в принципе это состояние все таки но прилично так получше чем там здесь ее не придавливала снегом и хотя казалось бы здесь наоборот должно быть как бы холоднее может быть что пространство все-таки оставалось это воздушное но результат здесь гораздо лучше а вот здесь вот плохой результат здесь была укрыта обычными такими вот ветками а сверху мешковиной ну и здесь она к сожалению практически вся испортилась что-то конечно может быть это растет но результат здесь просто плачевный поэтому именно вот этот опыт оказался очень положительным морозы сильные минус 50 самое большое было и кустики просто в отличном состоянии поэтому кому такой способ понравился можете тоже сконструировать какие-то подобные именно каркасы главное чтобы ее не задавливала снегом и при этом снежный покров был все-таки достаточно такой хороший это очень важно у нас снег был высокий наверное около метра может быть чуть меньше поэтому прозимовала она просто отлично и конечно покажу вам лук-порей который уходил в зиму тоже в принципе он прозимовал зима была в этом году повторюсь очень суровый поэтому прошлом году все-таки лучше он был по своему состоянию но в принципе так-то тоже все абсолютно растения целые главное нам это вот эта нога которая сейчас можно будет ее весной выкапывать и соответственно кушать добавлять какие-то блюда потому что вот эти листья все-таки они как бы не такая у них особая ценность все-таки главное это вот это нога у лука-порей только толстенькая так в принципе тоже он перезимовал обычную такими мешками был прикрыт и снегом присыпаны все и зимой тоже в принципе очень хорошо и выдерживать такие сильные морозы кто-то может быть спросит зачем вы оставляли лук-порей зиму ну просто осенью очень много другого лука различного и весной как раз таки когда обычный лук какой-то он и заканчивается такой вот витаминный лук будет как раз кстати на каких-то сайтах в интернете пишут вообще что сейчас нужно сразу вот эту всю массу обрабатывать каких-то там вредителей может быть конечно этой и стоит сделать но мы будем делать так как и делали наверное прошлом году затем уберем все вот эти вот увявшие листочки сейчас их трогать все таки нельзя потому что еще только вот пришла вот теперь и ночами очень даже приличные заморозки поэтому спешить как бы не стоит когда уже точно хорошо так потеплеет сейчас они совершенно не мешают нашей земляники клубники а затем это их уберем почистим может быть даже вот сюда нужно будет так как она растет на спонбонде надо будет подсыпать то немножко земли наверное посмотреть это но так в принципе может быть и стоит под какие-то кусты если вдруг они них оголилась тут сердечко и также конечно же затем проведем подкормку чтобы у нас отрастала вот эта зеленая масса будем проводить ее с помощью аммиака нашатырного спирта с одной стороны в нашатырном спирте очень много азота то что нужно как раз весной нашей земляники а с другой стороны это еще и обработка от различных вредителей которые у нас зимуют именно в почве и в принципе наверное на листочках тоже это как-то да поможет поэтому всем тем кто живет в западной сибири наверно в каких-то других таких суровых регионах где хороший именно слой снега сверху можно вот именно использовать такой способ для зимовки земляники это вся земляника она выращена из семян поэтому все зимует очень даже хорошо но всем тем кому данное видео было полезным подписывайтесь на наш канал делитесь этим видео с друзьями заходите почаще в гости и пока пока и всего вам самого-самого наилучшего